Водная стихия всегда привлекает человека. Хотите почувствовать себя мореплавателем, первооткрывателем или отважным капитаном? Нет ничего проще? Прекрасная альтернатива пляжному отдыху – морской или речной круиз. За короткий срок вы сможете увидеть не только несколько городов, но и несколько стран. Причем у вас не будет неудобных переездов на автобусе. Круизы – это интересный отдых для тех, кто любит комфорт. Самое популярное направление вообще из круизов – это речные круизы. В связи с тем, что мы никуда не садимся в самолет, мы никуда не летим, далеко не едем, отправляемся из Москвы, из Санкт-Петербурга, близлежащие города. Почти утраченные после революции 1917 года дух и колорит речных круизов начали вновь возрождаться в судоходстве. А вместе с ними возрождается и популярность этого воспетого классиками вида отдыха. И действительно, где еще почувствовать, как широка страна моя родная, если не на палубе круизного теплохода, неспешно рассекающего водную гладь. Сейчас практически нет такого очень старого фонда теплоходов. Все теплоходы модернизированы. Сейчас везде практически каюты с окнами, с балконами. Что касается маршрутов, то наибольшей популярностью пользуются разнообразные круизы по Волге, Каме и Дону, а также экскурсионно-религиозные туры северных направлений Валаам, Кижи, Соловки. Длительность тура зависит от количества остановок и насыщенности экскурсионной программы. Естественно, они интересны и увлекательны, особенно для тех людей, кто едет первый раз по таким круизам. Но для тех людей, которые едут уже не первый и не второй раз, на этих маршрутах существуют экскурсионные программы на выбор. То есть 2-3 программы в каждом городе. Если вы видели одну программу, вы можете забронировать другую. Далее третью, потому что есть постоянные... Вообще у круизов, особенно по рекам России, существует очень-очень много постоянных туристов. Есть и необычные туры, например, по реке Лене. Удивительные пейзажи, ленские щеки, ленские столбы, богатый растительный и животный мир. Своеобразная культура древнего народа. Все это способно поразить воображение самого искушенного путешественника. Правда, надо помнить о том, что Лена скована льдом 7 месяцев. Поэтому круизы начинаются с 1 июня и заканчиваются в середине сентября. Еще одна интересная программа – 10- или 14-дневный круиз из Сочи. Уникальный такой маршрут. Он появился только в этом году впервые. Маршрут заканчивает тоже в Сочи. Поэтому авиабилеты сейчас в Москва-Сочи по очень интересным ценам. Экскурсионная программа богатая, европейская. Корабль идет по европейским странам, по Средиземноморью. Поэтому как бы все здорово в этой программе. И плюс большой в том, что мы отходим из Сочи, из порта Сочи. Помните, что круизы по России надо планировать заранее. Так как места на лучшие теплоходы быстро раскупают. Зарубежные круизы. Самые бюджетные и самые популярные зарубежные круизы – европейские. Есть возможность побывать почти во всех странах за 1-2 поездки. Соответственно, в этом году мы можем пойти с одной стороны Европы. В следующем году – с другой стороны Европы. Поэтому здесь просто вопрос в том, что южное, восточно-северное побережье. Какое вы выберете для себя? Есть вообще короткие 5-дневные круизы. Начинаются с Германии и заканчиваются в Санкт-Петербурге. Соответственно, мы вылетаем с вами в Кельн и прибываем уже в Санкт-Петербург. Поэтому круиз всего 5 дней. Замечательно. По вечерам корабль уходит из порта, а утром вы уже просыпаетесь в другом городе. На корабле вы проводите время, как в обычной гостинице. Там есть анимация, ресторанный бар, шоу-программы. Если лайнер большой, то на одной из палуб будет и бассейн. Как правило, на кораблях предусмотрена инфраструктура и для детей – няни, детские столы, мини-клубы. Проблем не возникнет. Если вы не хотите выходить на сушу, допустим, были вы в этом городе уже много раз, если вам не хочется, вам хочется полениться, то с самого утра до позднего вечера у вас полностью расписан весь день, начиная с анимационных программ, приема пищи, развлекательных мероприятий абсолютно разных, до шоппинга на корабле, не считая того, что солнечные ванны не отменял никто. Испа-центр на кораблях, и они великолепного качества. Круизы могут быть любой продолжительности – от двух дней. Сервис на борту всегда на высоком уровне, вне зависимости от класса корабля. Все современные круизные лайнеры оборудованы стабилизаторами качки, а их маршруты разрабатываются таким образом, чтобы по возможности избегать штормов. Любой перенесет круиз очень хорошо. Почему? Потому что нет никакой качки, да, это вот этот миф можно развеять. Лайнеры представляют из 16-ти палубной, чтобы его раскачать, это какая волна нужна. На корабле очень важна безопасность. Соответственно, первое, с чем сталкивается турист – это тревога. На каждом корабле в первый день обязательно учебная тревога. Каждый пассажир должен на ней присутствовать. Если вы не присутствуете на этой тревоге, вот уснули, не услышали, ну, где-то там, может быть, гуляете, да, соответственно, вам эту тревогу проведут отдельно, специально для вас на следующий день. Она будет длиться просто дольше в два раза. Выбор круизных программ огромный в любое время года. Круизы по Средиземному морю доступны круглый год, но весной и летом погода будет лучше. Зимой интересны маршруты по Латинской Америке. Изюминка зимнего отдыха – круизы по Персидскому заливу. Вы прилетаете в Дубае, садитесь на корабль и начинаете исследовать Эмираты. Причем для зимнего направления очень короткий перелет – всего 5,5 часов. Маршруты в основном – это Абу-Даби, Фуджейра, Харфакан и дальше мы уже идем ночью на Аман. И два города в Амане и возвращаемся в Дубае. Соответственно, короткий достаточно маршрут на неделю, но, опять же, получается, что можно отдохнуть в Арабских Эмиратах, в пятизвездочном отеле практически, лайнеры – это действительно там хорошие пятизвездочные лайнеры. За стоимость, ну, обычные 4 звезды, например, проживание в Дубае, если мы сравниваем примерные стоимости. Если его еще скомбинировать с проживанием после круиза, например, 4-5 дней проживания в любом Эмирате, то я думаю, что было бы вообще интересно. Для зимы это идеальное, мне кажется, направление. Также зимой популярны круизы в Северную Европу – это Финляндия, Швеция, Норвегия. Эти маршруты доступны и летом, но особенно их любит на Новый год молодежь. Там шикарные просто дискотеки с полной заполняемостью зала. Там великолепная кухня. Для любителей рыбы, наверное, это лучшие круизы, потому что такого лососика, как на этих паромах, я могу сказать, что сложно вообще где-то попробовать, если только вы конкретно не прилетели в Норвегию там за отдыхом. На небольших кораблях устраиваются круизы по одной стране. Например, только по Кипру или по Греческим островам. Опять же, возможности увидеть много городов, не совершая утомительных переездов на автобусе. Программа с изюминкой, я бы назвала, это Азия. Если попасть, например, в период цветения сакуры, то есть это весна, будет и погода замечательная, и экскурсии будут интересные, можно объехать всю Азию, и я могу сказать, что, наверное, эмоции будут переполнять людей. Почему? Потому что Азия очень увлекательная. Япония, Китай и Южная Корея. Или Сингапур, Малайзия и Индонезия. Удивительные, интересные места, посмотреть которые за одну поездку можно только в морском круизе. По цене самые бюджетные варианты – европейские круизы. Азия дороже. На третьем месте – Латинская Америка. Здесь играет не последнюю роль перелет. Ну а самые дорогие круизы – кругосветные. Время в пути – месяц. Те, кто уже один раз побывали на круизе, не могут потом остановиться. Окунитесь в удивительную атмосферу круизной жизни вместе с турагентством «Анна Тур». Изучать подводное царство. Покорять вершины. Следить за модой. Превращаться в археолога. Можно хоть к звездам полететь. Главное – выбрать правильное турагентство. «Анна Тур» ждет вас по адресу. Ногинск, улица Рабочая, 14А. Вы по адресу www.annadefistur.net Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова